Аким области ГАУЕС Нурмухамбетов посетил с рабочей поездкой Артауский район. В селе Шалкар глава региона ознакомился с ходом строительства новой насосной станции. На объекте трудится подрядная организация ТОУ «Универсалстройсервис». Предприятие приступило к работам в конце мая этого года. Стоимость проекта, который выполняется в рамках программы «Улъель Бесыга» составляет почти 675 миллионов тенге. Три резервуара, трансформатор, КПП, туалет и 30 километров водоснабжения. Почти закончили уже, километр остался. Здесь модульный насос будет, 5-6 техники, 20 человек. Второй проект, который реализуется, это село Айртау. Этот проект будет двухгодичный, он начался в прошлом году. До 1 ноября они тоже планируют его закончить. Население по Шалкару 550 человек, по Айртау 600 человек. Сейчас у нас обеспеченность централизованного водоснабжения 29 населенных пунктов. Это порядка 79,6%. С вводом двух объектов процент поднимется до 84%. В селе Лобаново ГАУЕС Нурмухамбетов посетил строящуюся врачебную амбулаторию. ТОП МК-5 к работам приступило в мае этого года. Площадь застройки здания 432 метра, рассчитана на 30 посещений в смену. Стоимость проекта выходит 286 миллионов. В принципе, работы уже подходят к завершению. 20 декабря планируется задача объекта. В сентябре прошлого года в селе Лобаново начал работать высший многопрофильный колледж «Зенеб». Здание сельскохозяйственного колледжа проставило три года. В 2022 его передали в доверительное управление Алматинскому университету. Наш земляк, имея определенное учебное заведение в Алмате, сегодня патриот своей страны соизволил помочь нашей родине непосредственно своей земле. Приехал, восстановил колледж. Учитесь хорошо, набираете знания, и вы должны быть востребованы. Самое главное для молодежи – это востребованность, чтобы у вас была будущая профессия. В течение прошлого лета учебный корпус капитально отремонтировали. Позаботилась администрация колледжей о местах в общежитии для приезжих ребят. Чтобы привести колледж в текущее состояние, инвестор вложил порядка 350 миллионов тенге. В 2024 году в колледже планируют выйти на проектную мощность и обучать 450 учащихся. Цель учебного заведения – стать лучшим в стране. Уже сейчас у нас 205 студентов из 13 городов и областей Казахстана. 28 рабочих мест мы создали за этот год. Ну, конечно, это будет увеличиваться. По образовательным программам. Вот сейчас 3, будет 15. Здесь, пожалуйста, образование и качество есть, инфраструктура есть, общежитие есть. И новое мышление мы будем создавать, чтобы эти люди, обучаясь у нас, вернувшись в своих селах, начали изменения. В каждом населенном пункте есть свои проблемы. Чтобы узнать о них, глава региона проводит объезд по районам. Встречаясь с населением, конечно, нам интересно, чем люди живут, какие сегодня вопросы у людей сегодня есть. Очень много реализуется программных документов, государственных программ. Они связаны с улучшением инфраструктуры в селах, повышением качества жизни людей. В Лобаново есть проблемы с дорогами. Сколько улиц вообще в этом поселке? 13 улиц, да. Из них 10 с асфальтовым покрытием? Нет, нет, одна с асфальтовым покрытием, областная дорога только, и все. Остальные без асфальтового покрытия. Грунтового? Грунтового, да. Мы в прошлом году делали проект смертную документацию, но сейчас чуть-чуть изменились требования. То есть нужна экспертиза. Будем делать смертную дорогу. А сколько дорог? Три улицы. Три улицы? Основные три улицы. Проводите экспертизу, потом заявляйтесь. В селе Айрта у глава региона посетил зерноток Тошалкар Грейн. Как по качеству этого года? Третий, четвертый, пятый. А третьего класса сколько? Третьего класса около 4 тысяч тонн намолотишь. 4 тысяч из какого объема? Вы же зерновые закончили? Серновые заканчивали. По вашему району практически 99% мы обмолотили хлеба. Урожайность 11,1 центра идет. По району идет у вас 11,8. Масличность сейчас обмолачена до 60%. Я думаю, в Масличность мы где-то, наверное, на урожайности 7 центра остановимся. По зябе работа идет, заготовка кормов. Поэтому все эти работы, конечно, надо завершить и войти в зиму. Знаете, вот в понедельник была государственная комиссия. Все вопросы, которые товаропроизводители ставили, вопросы решены на уровне государства. Во время встречи на ногах у сельхозтоваропроизводителей была возможность задать все вопросы, которые их интересуют. На следующий год начнутся проблемы с водопроводом. У нас водопровод всю жизнь был бесхозный. Глобально это завтра станет проблемой. Вот, помогите. Действительно, они его обслуживают, содержат его полностью. С прошлого года мы начали активно забирать их на баланс, чтобы делать проектно-смертную документацию. Деньги в бюджете есть. Надо обязательно заложить и эти вопросы решать. В селе Саумал-Кольга Уеснер Мухамбетов посетил ТО «Тезис». Сейчас мы производим порядка двух тонн за смену в сутки сыров. Ну, в общем, думаю, выйдем где-то на пять тонн готовой продукции в сутки. Более сорока наименований. Сейчас у нас работает в районе 26 человек. Вот еще расширяемся, ищем, набираем. В модернизацию предприятия вложили свыше полумиллиарда тенге. Сейчас цех с годовой мощностью 700 тонн готовой продукции специализируется на переработке молока и выпуске сыров мягких сортов. Их компания реализует по всей стране. Также глава региона посетил новую центральную котельную. Предполагается, что объект, который начали строить в 2020 году, заработает в 2024. Стоимость проекта составила около 446 миллионов тенге. У нас только осталось освещение дорожное сделать, столбы. А так все готово. Все готово, да? К работе. Да. Испытания прошли. Котельная сможет обеспечить теплом жителей более 20 домов. Кроме того, к ней подключат социальные объекты. В Есельском районе Акимобласти ознакомился с работой Туаттамикен Агрокорнеевка. Предприятие возводит молочно-товарную ферму. Мы когда начали реализовать этот проект? Ну, в осенью прошлого года начали. А по-руду ничего. Это виспали? Виспали, да? Виспали. Ну все, топовое взяли, все хорошего. В планах Туаттамикен Агрокорнеевка построить около шести таких ферм. В Корнеевке у предприятия есть собственный завод по производству семян. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК.